Салют и ко мне очередные вопросы. Руслан, таблицы все интересны для общего развития. Это те, которые я в сотрудничестве с моим коллегой печатаю, то есть сканирую. Я сканирую, она записывает, фиксирует и мы размещаем вконтакте у себя на страничке таблицы по вибрациям. Вибрациям продуктов, общая таблица и более конкретные это вибрации переработанных, непереработанных продуктов, мучных изделий, вибрации масел, жиров, вибрации фруктов, овощей. Хотя эти еще в разработке, по поводу ягоды и фруктов еще разработки. Ну и другие таблицы. Руслан, таблицы все интересны для общего развития, а актуальны для открытия многомерности только свежие фрукты и каскадное голодание. В одном видео ты говорил, что наше окружение, это близкие родня, друзья, коллеги и так далее, снижает уровень вибраций, усредняя их. Это если еще мирно со всеми жить, не спорь ни с кем. Нужно, видимо, дождаться такого воплощения, чтобы не зависеть ни от кого, как ты. Насколько низко у фруктоеда голодающего снижаются вибрации, живущего в обычной жизни. Возможно ли открытие многомерности, если ты, как весы, с одной стороны голод, фрукты, с другой низко вибрационное окружение. Если в этой жизни не успеть посетить многомерность, вспомнятся ли все наработки. Достижение на этом плане в следующем воплощении. Сейчас посмотрим. Все таблицы интересны. А актуальны для открытия многомерности только свежие фрукты и каскадное голодание. Да. В одном видео ты говорил, что наше окружение, близкие, родные, друзья, коллеги, снижает уровень вибраций, усоединяя их с нами. Это если еще мирно со всеми жить, не споря ни с кем. Нужно, видимо, дождаться такого воплощения, чтобы не зависеть ни от кого, как ты. Если будете дожидаться, то задержите свое развитие или задержите колесо сансары или перевоплощений, количество увеличите здесь. И это долгий процесс. Ждать, дожидаться – это вечно можно делать. И здесь любое ожидание – это стояние на месте. Если вы с этой секунды начинаете выбор в сторону независимости, свободы от кого-то, от чего-то, даже от самого себя. Но большинство зависит от окружающих людей, не только обстоятельств, как некоторые выражаются, привычек. Так вот, если вы начинаете сейчас высвобождаться от зависимости, то любые усилия учитываются. И вы потихонечку приближаетесь к выходу из того, откуда идете. Если вы дожидаетесь, ожидаете, то ничего не происходит. Насколько низко у фруктоеда и голодающего снижаются вибрации, живущего в обычной жизни. Если он стабильно голодает и не переносит ответственность, или фруктоедит, и не переносит ответственность на окружающих, или все меньшее это делает, то успехи потихонечку сказываются, и он сам поднимается, хотя и усредняя вибрации с окружающими, близкими, родными. Но все-таки он тянет за собой тех, кто рядом с ним живет. Но это зависит от степени открытости и плюс взаимодействия с теми, с кем он живет. Количество контактов, количество времени, проведенного с ним. Потому что можно жить в семье, даже многодетной, но фокусироваться больше на себе, точнее не на себе, а на многомерности, на своих интересах, и все меньше на окружающих, близких, родных и даже самых любимых. Даже самым одном, самому любимому, единственному человеку. Но если вы с этим любимым двигаетесь в одну сторону, то это самое лучшее продвижение. Вы еще и помогаете друг другу. Закрывать некоторые блоки проблемы, прорабатывать убеждения. Ой, там, это вы как учитель-ученик, меняетесь ролями друг с другом. Но если это в случае, если вы идете в направлении в одном, либо являетесь друг для друга учителем или учеником. Вот такая пара, тандем или тройственность, или вас больше. Или вас коллектив. Если все слушаются одного, или хотя бы коллектив договаривается, и выбирает себе один ориентир. Например, вознесение мягкое, либо просветление, как минимум, либо повышение вибраций, открытие многомерного видения и похожие сверхвозможности. Но если вы живете среди обычных людей, которые вас не слушают, или спускаются, или делают все так, как вам не нравится, если вы этому продаете значение, то вы сами на себя выбираете их влияние. И однако же здесь тоже можно жить, поднимаясь в вибрациях. Хотя не так сильно, как жить в одиночестве или в отдалении от таких. Степень влияния на вас, или выбора влияния на вас, варьируется. Можно. Можно жить среди обычных людей, и проходить мягкое вознесение, и в итоге усовершенствоваться так, что... Ну, кстати, для этого вы почувствуете, что вам пригодится смещаться, перемещаться, или не всегда жить с такими. Потому что изо дня в день жить с людьми спускающимися, или все сильнее отличающихся от ваших вибраций, все сложнее или не проще. Поэтому почувствуете потребность перемещаться от них все больше, жить в других местах, снимать жилье, жить с кем-то, у кого-то, путешествовать. И тогда вы будете отдыхать от их вибраций, и в эти моменты набираться своих вибраций, или вибраций вашей цели. Да, это неизбежно. Отсоединяться от них все больше. Хотя и можно возвращаться иногда к тем, кто тебе родной, даже любимый. Если он не идет твоим путем, то все реже в идеале с ним видится для достижения своей цели. Если вы идете одним путем, то вам можно жить вместе и путешествовать вместе, даже если это коллектив. Возможно ли открытие многомерности, если ты как часы, с одной стороны голод и фрукты, а с другой низкое вибрационное окружение? Возможно, но медленнее, чем у того, кто живет среди себе подобных, или среди выше вибрирующих, или вибрирующего хотя бы одного, достаточно одного учителя, или лидера, или мастера в коллективе, который показывает пример, и равных, или примерно равных, которые следуют, или вынимают, или берут пример с него. Или хотя бы иногда так делают, но здесь скорость чуть меньше тогда. Да, возможно, открытие многомерности живя даже среди простых людей. Это зависит от внутреннего фокуса на них, или на многомерности, или на... Даже на книгах. Книги о многомерности, пока вы их читаете, вас поднимают. Когда вы отвлекаетесь, и тем более переключаетесь на трехмерность, вы потихонечку сползаете в нее. Если в этой жизни не успеть посетить многомерность, вспомнятся ли все наработки и достижения в этом плане в следующем воплощении? Конечно, безусловно, все копятся. Любые усилия воли, любое расширение сознания, чтение книг, просмотр ченнелингов, просмотр моих видео, тренировки, посещение моих семинаров, личные консультации со мной. Все это копится, вас расширяет, каждая капля учитывается, каждая байт, гигабайт информации, каждое излучение энергии, все это растет в вас, и любое усилие пригождается. И даже падение, как опыт, на котором вы учитесь, даже ошибки усиливают вас. Каждая ошибка, каждый спуск делает вас крепче в нижних вибрациях и делает вас сытнее. все более сытым тем, от чего вы хотите избавиться, и придает вам уверенности. Попробовав еще раз, вы начинаете различать, где вы были, и чего вы больше не выбираете, или выбираете все меньше. Поэтому вспомнятся все наработки. но зависит от того, поднимаетесь ли вы, или спускаетесь. Если вы спускаетесь, фрагментируетесь, делитесь, деградируете, накручиваете вокруг себя вредные привычки и так далее, то степень вашей памяти может фрагментироваться, разделяться, и забываться все больше. Если вы поднимаетесь в вибрациях, то ваша память раскрывается, наработки всплывают в свое время, постепенно, по одной, последовательно, поочередно, по мере ваших усилий, желаний, намерений, вспоминаний. Если я ответил на вопрос, то завершаю видео. Если нет, можете продолжать задавать вопросы у меня на стене ВКонтакте под свежим видео. На этом с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok